Василий Николаевич, ожидали такой мощной игры от FAMIL? Ожидали хорошей игры. Это хорошая команда, которая выдавала и выдает хорошие игры. И не просто так они обыграли и Фенер тот же. Мы сейчас в ослабленном составе. У нас нет одного из основных центровых, на которых, по большому счету, по-честному, очень многое завязано, очень многое строилось. Та же Ника Барич, это ее первая игра после травмы. У Принц были небольшие проблемы. Но все равно, как бы, так, опять же, дома начинать нельзя. Может быть, где-то непривыкшие наши игроки, да, там, после российского чемпионата, к той жесткости, которую позволяют здесь. Которую позволяют здесь. И поэтому где-то что-то не получается в нападении тут же, да. А в защите все, что, всю игру, то, что мы пытались донести до них, да, там, что надо играть более агрессивно, более ближе. То есть, ну, где-то зачастую, там, наверное, минут 10 мы всего делали то, что надо. Все остальное, это была полная ерунда. Василий Николаевич, еще по подборам очень большая проблема, да. Из «Динамо» две игры, серьезная разница. И здесь опять больше 20, ну, какая-то катастрофа под кольцами, согласитесь? Согласен целиком и полностью, при том, как бы, это подбор командный, да. Еще раз повторюсь, у нас вылетела большая, вылетела, которая подбирала много. То есть, у нас все-таки, наверное, нету таких высокоролослых, только Лиза, да. И то не всегда, там, мы берем подбор. И, конечно, это большая наша проблема, что наши третьи, вторые номера, ну, как бы, просто их не берут. То есть, это должна быть общекомандная работа, не только больших. А сегодня, там, скажем так, Наташа Хоуарт где-то немножко не в своей тарелке себя чувствовала. То есть, у нее там тоже перед игрой побаливала нога, ну, то есть, это, скажем так, не лучшая игра где-то. Поэтому по подбору у нас очень большие проблемы. Честно говоря, какой-то заряженности нет у команды. Он провал не сменяется, да, активной игрой. То есть, это какой-то сплошной провал. И самое главное, что игроки не готовы, когда вы пытаетесь найти оптимальное игровое сочетание, вот именно в этом положении. Не получилось, да, ведь сегодня найти идеальную пятерку, которая могла бы хоть что-то противопоставить. Ну, вот это, наверное, обидно, что просто не было идеальной пятерки, да. Были отдельные игроки, которые отдельный момент какой-то что-то показывали. Так, наверное, вся команда провалила. То есть, это, конечно, наша, значит, недоработка тренерская. Будем разбираться почему, потому что не может быть такого. Мы находились дома, то есть, никаких переездов сейчас не было. По физическому состоянию команда должна быть в нормальном состоянии. То есть, это где-то голова, то есть, надо будет доносить, как это ни страшно. Но, действительно, для того, чтобы играть в защите, скажем так, нужны те люди, которые умеют и хотят это делать. То есть, зачастую получается так, что все любят играть в нападение, в защите никто не любит играть. Если что-то не пошло в нападение, как в первой четверти у нас, то все начинает рассыпаться. Отсутствие жесткости зависит как раз от отсутствия настроя, да, вы считаете, в данном случае? Скажем так, никогда, да, там, и по этому сезону даже, и в том сезоне, наверное, защита не была сильной стороной. Курского «Динамо», где-то было нападение, что-то там на уровень старались вывести защиту. Еще раз повторюсь, для этого здесь должны быть люди, которые действительно умеют и хотят защищаться. Это все как бы здесь в голове, то есть, нет такого «я не умею», там плохие комбинации. То есть, в первую очередь, это желание игрока один в один справиться со своим. Просто один в один. И зачастую, когда у нас люди просто там чуть подустал, отошел на три метра и постоял, посмотрел, как тебе забивают трех очков, ну, это полная ерунда, это никак с командной защитой не связано. Могу позволить еще один вопрос себе, да. 4 декабря – это день, когда на трибуну вернутся зрители. Пусть будет 500 человек, но не пустые сидения, да, и вот здесь уже как раз уровень игры, он, наверное, должен измениться. Что вы будете менять, что вы будете готовить к матчу с «Динамо» и «Новосибирскому» и к последующим матчам, которые будут до этого? Ну, сейчас, наверное, сложно говорить про «Динамо» и «Новосибирскому». Сейчас сложный выезд, где там после вот этого поражения, то есть, нам надо сделать все для того, чтобы выиграть. Я рад, потому что я думаю, что и на игроков вот эта атмосфера, она влияет, то есть, они превращаются в какой-то вот этот кисель тренировочное постоянное состояние, да, где, ну, не добежал я, не добежал, а никто не видит, там, тренер поругается, и ладно, и ладно. А когда будут зрители, и когда, действительно, будет эта поддержка, и нельзя будет не добежать, это, наверное, поможет. Потому что, да, мы играли вот эти выездные игры, конечно, эта поддержка трибун, она очень толкает команды вперед. Спасибо большое и удачи. Спасибо. Спасибо.